Привет! Сегодня я бы хотела с вами побеседовать на такую тему, почему люди уезжают из Америки. Почему я решила заговорить на эту тему? Потому что сегодня я наткнулась совершенно случайно на рассказ одной женщины, которая прожила в Америке 20 лет, и она после 20 лет жизни в Америке решила уехать. И чуть позже я вам расскажу эти причины, и я вам скажу, согласна я или не согласна. В общем, поболтаем немножко. Да, я соглашусь, Америка — это страна не для каждого. Многие сначала, может быть, со стороны смотрят, и для них эта страна кажется, как какая-то сказка, как какая-то такая, не знаю, как такая страна, где все мечты ваши сбываются. Но многие потом, когда они приезжают сюда, когда не здесь особенно остается жизнь, жить, они просто, знаете, как в отпуск, как туристы, они сталкиваются со всякими трудностями, со всякими проблемами, и понимают, что жизнь на самом деле здесь не сказка. Жизнь на самом деле в Америке намного сложнее даже, чем у них на родине где-то. Просто кто-то может справиться с этими трудностями, для кого-то они даются очень тяжело, кто-то совершенно не справляется. Мне кажется, что все зависит очень от человека, как он, как сказать, как он справляется со всеми теми трудностями, которые жизнь, как скажем так, подкидывает для него. Кто-то может, кто-то не может. Допустим, я уже 12 лет живу здесь, в Америке, бьюсь головой об стенку, дабы добиться, как сказать, дабы дойти до той самой мечты, до той самой американской мечты, которую когда-то я тоже видела на картинках, и до сих пор я борюсь. Видимо, я не знаю, может быть, я такой человек, который очень целеустремленный, скажем так, у меня есть цель, и я долблюсь, долблюсь, пока я до этой цели не дойду. Несмотря на то, что у меня было здесь вот за эти 12 лет, было всякие разные времена, всякие ситуации. Было тяжело, было очень сложно. Да, я соглашусь с этим. Но я не сдаюсь, я иду дальше, я продолжаю свой путь. А есть такие люди, которые не могут, как сказать, принять вот эти вот сложные ситуации. И им иногда бывает проще все бросить, оставить и уехать обратно к себе на родину, где вы уже живете там долго, всю свою жизнь, можно сказать, и вам уже все привычно. Допустим, у вас там и друзья, у вас там родственники, у вас там работа. Ну, не сильно так все высокооплачиваемо, не сильно так прямо жизнь сказка. Но все равно есть вот такие люди, которым проще... Вот пусть будет так, чем стремиться и добиваться чего-то. Это же настолько тяжело, думают люди некоторые. Что самое интересное, эта женщина, про которую я сейчас вам хочу рассказать, про ее историю, она прожила здесь 20 лет. Представляете, 20 лет, и через 20 лет человек понял, что все-таки я не могу жить в этой стране, и она уехала обратно в Россию. Вот это интересно. Сейчас я вам расскажу причины, по которым она решила покинуть Америку через 20 лет, почему она не смогла здесь жить дальше. Так, причины, значит. Причина, одна из причин. Во все продукты, которые здесь у нас в Америке есть, они добавляют туда всякие химикаты. В общем, она говорит то, что даже вот вы идете в супермаркет, то есть и любые продукты вы берете, там вы не обязаны писать ГМО. То есть ГМО содержится почти что везде, и поэтому она очень этим недовольна. Ну, потому что продукты все, вот видите, такие нездоровые. С этим я с ней абсолютно соглашусь. Да, с продуктами здесь проблема. Я не знаю, что с этим, ничего с этим не поделать. Но я считаю, нужно из худшего выбирать лучшее, как бы. Поэтому пытаться как-то что-то делать, не знаю, можно, может быть, свои пытаться овощи, фрукты выращивать, свой огород, свою огород, свою скотину везти, но хотя-то здесь нет такого. Вот, это одна из причин. Дальше она сказала, что в Америке у нас здесь очень много крыс. Крысы везде и повсюду. Да, если, я не помню, в каком городе она точно жила, и если вы живете в Нью-Йорке, я согласна, там и там, и крысы реально везде. Мы были в Центральном парке, стоим, фоткаемся, и по дорожке пробегает огромная такая крыса с хвостом. То есть крысы, они там, вот в таких больших городах, где много мусора, много людей, вот там и крысы есть. Я честно вам скажу, что вот где я живу, здесь крыс нету. И я их ни разу не видела. Не знаю, может быть, они в темноте вылазят. Но как она пишет, что крысы здесь вообще везде и повсюду, и вот так вот. А что самое интересное, что она еще сказала, что крысиный яд у нас присутствует в нашей воде из-под крана. То есть какое-то там количество крысиного яда находится в воде. Следующий момент она сказала, что у нас, знаете, летает эти вертолеты, самолеты и распрыскивают эту отраву от крыс. То есть это тоже как-то влияет и на людей, в принципе, негативно как-то. Вот так, не знаю, живой здесь крыс не видит. Так, причины, значит. Причина, одна из причин. Во все продукты, которые здесь у нас в Америке есть, они добавляют туда всякие химикаты. В общем, она говорит то, что даже вот вы идете в супермаркет, то есть и любые продукты вы берете, там вы не обязаны писать ГМО. То есть ГМО содержится почти что везде, и поэтому она очень этим недовольна. Ну, потому что продукты все, вот видите, такие нездоровые. С этим я с ней абсолютно соглашусь. Да, с продуктами здесь проблема. Я не знаю, что с этим, ничего с этим не поделать. Но я считаю, нужно из худшего выбирать лучшее, как бы. Поэтому пытаться как-то что-то делать, не знаю, можно, может быть, свои пытаться овощи, фрукты выращивать. Очень свой огород, свою огород, свою скотину везти. Но хотя бы здесь нет такого. Это одна из причин. Дальше она сказала, что в Америке у нас здесь очень много крыс. Крысы везде и повсюду. Да, если... Я не помню, в каком городе она точно жила. И если вы живете в Нью-Йорке, я согласна. Там и там, и крысы реально везде. Мы были в Центральном парке, стоим, фоткаемся, и по дорожке пробегает огромная такая крыса с хвостом. То есть крысы, они там, в таких больших городах. Где много мусора, много людей, вот там и крысы есть. Я честно вам скажу, что вот где я живу, здесь крыс нету. Я их ни разу не видела. Не знаю, может быть, они в темноте вылазят. Но как она пишет, что крысы здесь вообще везде и повсюду. И вот так вот. Что самое интересное, что она еще сказала, что крысиный яд у нас присутствует в нашей воде из-под крана. То есть какое-то там количество крысиного яда находится в воде. Следующий момент она сказала, что у нас, знаете, летает эти вертолеты, самолеты и распрыскивают эту отраву от крыс. То есть это тоже как-то влияет именно на людей, в принципе, негативно как-то. Вот так, не знаю, живой здесь крыс не видит. Потому что самое интересное, она говорит, что вот как раз от этих вот, когда распрыскивают эту отраву от крыс, люди от этого тупеют. Поэтому американцы тупеют. Что типа в этом роде дальше, что там еще было написано. Что люди готовятся, как сказать, мысленно, морально себя подготавливают, что в один прекрасный день Америка потерпит какой-то крах. И поэтому многие готовятся на будущее, там запасаются какими-то консервами, еще с чем-то. То есть люди живут здесь в страхе. И они знают, что если что-то случится, правительство им не поможет. То есть нужно рассчитывать только на себя. То есть люди, получается, живут в страхе. Продукты здесь плохие. Крысы здесь повсюду. Экология плохая. Рассчитывать здесь не на кого. Все время живешь, знаешь, в каких-то страхах, в каких-то заботах и все такое. И она сказала, что через 20 лет, когда она переехала в Россию, в Москве сейчас она живет, она сказала, что она очень счастлива, что она сейчас там. Она говорит, что 20 лет жизни, что она провела здесь, в Америке, можно вообще вычеркнуть эти годы своей жизни. Вот так вот она сказала. Там она говорит, продукты намного лучше. Там о людях говорит, заботится. Она как-то написала, кто заботится, я так и не поняла. Потом она сказала, что там она живет, и у нее нет какого-то там страха, еще что-то. В общем, и экология намного лучше. В общем, она очень довольна, что она туда переехала. Такая история. Вот эта статья, все. Я думала, там будет много-много таких причин, потому что все-таки 20 лет прожить здесь, чтобы через 20 лет уехать, чтобы из-за чего, из-за крыс, это какая-то полная чушь, мне кажется. Там, видимо, мало подробностей расписано. Все-таки там, наверное, скорее всего, что-то еще было интересного. Со многими пунктами, я не знаю, в принципе, здесь пунктов не так уж много. С некоторыми пунктами я с ней абсолютно соглашусь. Вот так же, опять же, все зависит от человека, сможет ли он жить вот в таком состоянии, или ему будет проще уехать себе на родину, в другую страну. Я соглашусь с ней и в том, что здесь люди живут, да, в каком-то страхе. Все время, знаете, в каких-то мыслях и переживаниях. Я с этим абсолютно соглашусь. То есть здесь постоянно мы работаем, работаем, работаем. Все время переживаем за завтрашний день. Потому что если у вас не будет работы, у вас не будет дома, у вас не будет ни дома, ни покушать, ничего. То есть на самом деле я вот здесь живу, и рассчитывать не на кого. Рассчитываешь ты только на себя. И здесь вот у нас в Америке, здесь болеть совершенно невыгодно. Тем более, если ты один, а когда ты вообще один, еще у тебя есть дети, то есть ты, получается, как самой главной в семье, которая заботится о детях, которая приносит доход. Если ты заболеешь, если, не дай бог, с тобой что-то случится, что все. Поэтому здесь людям болеть совершенно невыгодно. Рассчитывать не на кого, да, это я согласна, но не у всех так все равно жить. Вот, поэтому люди пытаются очень много-много работать, что-то, как заработать какие-то деньги, чтобы у тебя всегда были какие-то деньги, и на черный день, как говорится, если что-то с тобой случится, чтобы у тебя всегда были какие-то деньги. Не дай бог, у тебя сегодня уволят с работы, не дай бог, у тебя сломается машина, ты заболеешься, что ж это. Таких ситуаций можно случиться в жизни очень-очень много непредвиденных ситуаций. И на это всегда нужны деньги. Поэтому всегда здесь люди в такой вот все время заботе, переживаниях, все такое. Большинство, они вот так и живут для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы оплачивать свои биллы, свои счета. Это я сто процентов соглашусь. И у некоторых эти счета настолько огромные, что люди в депрессию впадают. И есть и такие случаи, что были... Вот совсем недавно произошел такой случай. Люди пары, они покончили жизнь самоубийством. Сейчас вам расскажу, кстати, историю про это. Это вообще жизнь. И это совершенная правда, что люди, на самом деле, у них начинаются какие-то проблемы с психикой, из-за того, что они постоянно переживают, начинается депрессия, еще что-то, еще что-то. И могут случиться такие страшные последствия. Потому что здесь у людей долги могут быть вообще там, не знаю, миллионы долларов. На кредитах просто кредитная карточка, за учебу кредиты, за дом кредиты. Здесь большинство людей живет в кредит. И иногда эти кредиты вырастают настолько... Суммы такие, что некоторые даже не выдерживают. Вот сейчас вам хочу рассказать историю. Совсем недавно эту историю я тоже прочитала в какой-то газете. Муж с женой, пара, выпрыгнули с билдинга, в Нью-Йорке это что ли было, покончили жизнь самоубийством. И у них они нашли записку. То есть они положили записки в такой, знаете, пластиковый пакет, чтобы он не испачкался, чтобы записка сохранилась. И люди могли прочитать, почему они. В общем, они покончили жизнь самоубийством, потому что они не выдержали вот этой как раз финансовой... То, что они должны были платить из-за долгов. В общем, у них были огромные долги. И за дома, и там, за учебу у их собственных детей были огромные долги, и они не выдержали, и просто не смогли это платить уже. И просто им... Они уже не знали, когда жить. И спрыгнули, спрыгнули из здания насмерть. Это вообще полная жесть, я вам скажу. И это на самом деле так. У многих американцев, на самом деле, ну, только у американцев, любой человек, который здесь живет, всякая депрессия, все такое. Потому что жизнь здесь, на самом деле, очень и очень тяжело. Даже если у вас финансово вы хорошо обеспечены, все у вас замечательно. Все равно это... Чем больше денег, тем больше у вас обязанностей. Потому что зарабатывать эти деньги нужно... Потому что все время ты бегаешь, как сумасшедший, носишься и зарабатываешь эти деньги. То есть жизнь здесь кипит до такой степени, что бывает такое, что люди не выдерживают и срываются. Кто-то просто уходит в депрессию, кто-то становится алкоголиком, наркоманом, а кто-то решается и на такие шаги, как покончить жизнь самому. Это правда. Про крыс я с ней не соглашусь. От крыс, мне кажется, смотря где ты живешь. Я думаю, когда ты живешь вообще где-нибудь там... Столько всяких разных городов, там за городом, мне кажется, там крыс вообще нет. Везде свое. У нас, допустим, здесь крокодилы и змеи. У них в Нью-Йорке крысы. С этим я не согласна. Про продукты абсолютно согласна с ней, что да, все напичкано. Но как можно было прожить 20 лет в Америке? Наедать эти продукты, которые все испорчены 20 лет? Нет, это неуважительная причина, я скажу так. Скорее всего, что да, ее просто на самом деле все достало на такой степени, потому что, не знаю, какие-то проблемы, скорее всего, что были. Что-то еще более глубокое в этом скрывается. Ну, не может человек после 20 лет жизни из-за каких-то крыс и содержания каких-то химикатов в еде уехать обратно. 20 лет терпеть это тоже очень странно, очень странно. Вот так вот. По поводу, что люди живут в страхе, я с ней абсолютно согласна. То есть все боятся за завтрашний день. Работают здесь даже люди уже на пенсии. Здесь вы можете пойти в магазин или там еще куда-то, увидеть 80-летних старых бабушек и дедушек работают, потому что у них, не знаю, не осталось, нет, допустим, семьи, которая им может помочь. Пенсия здесь, не заработали они себе на пенсию, или пенсия очень маленькая. Им приходится работать. То есть люди прямо до самой старости здесь работают. Это я считаю, не знаю даже, как внизу. Я не знаю, плюс это или минус. Вот такая вам история. То есть у каждого своя история. Кто-то принимает, как сказать, вот этот бой со сложностями. Кто-то не выдерживает и сворачивает на полпути. Кто-то вот через 20 лет решает все уехать и бросить. Не знаю, как правильно, я уже сто раз говорила, хорошо там, где нас нет. Видимо, не знаю, она здесь жила все эти 20 лет, ее прямо что-то мучило, грызло какая-то, не знаю. Если спросить меня, уехала бы я отсюда вам? Я вам не смогу ответить на этот вопрос. Я уже настолько привыкла здесь жить. И я знаю, что для меня, если я перееду в другую страну, допустим, вернусь обратно в Россию, для меня это уже будет шоком и каким-то стрессом. Возможно, вот этот переезд меня тоже, меня загонит в какую-то депрессию. Но со временем, конечно же, привыкнешь в любом месте. Если честно вам сказать, то да, когда я жила в России, у меня вот не было на душе какой-то, знаешь, постоянного беспокойства, постоянной паники. Было какое-то спокойствие. Это я вам скажу честно, на самом деле. А здесь у меня уже, я не знаю, спокойствие, что, знаешь, ты настолько спокойна, что ты не переживаешь за завтрашний день. Ты не переживаешь, что, там, тебе нужно это сделать, тебе нужно заплатить за машину, тебе нужно заплатить за еще что-то, еще что-то, еще что-то. И я себя пытаюсь как-то не успокаивать, оправдать, что ли. Может быть, когда я жила в России, мне был всего лишь 21 год, и у меня просто не было этих обязанностей. То есть платить там за себя, за все, за все. Может быть, поэтому у меня было какое-то спокойствие. Может быть, я еще тогда была молодая и все такое. Может быть, и сейчас бы, я думаю, если бы я сейчас жила в России, то есть у меня бы тоже были какие-то обязанности. Тоже я бы должна была платить за квартиру, за машину, за это, за это, за это. И тоже бы нам, скорее всего, что на душе было как-то, тоже какое-то спокойствие. Иногда я вот так рассуждаю. Но иногда я рассуждаю, что все-таки, может быть, у нас в стране здесь такое беспокойство. В общем, я не знаю. Я не знаю, смогла бы я, уехала бы ли я отсюда, где бы мне было лучше. Я не смогу ответить на этот вопрос. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Где-то что-то лучше одно, что-то лучше здесь другое. И мне кажется, нет на свете такой страны, где бы было все просто идеально. Где бы все люди были счастливы. Вот так вот. И в то же время все зависит, мне кажется, многое зависит от человека. То есть мы сами себе создаем вот это настроение, вот эту обстановку, то, что окружает вокруг нас. Хотя в то же время жизнь может подкинуть какие-то испытания, что когда ты не ожидаешь просто чего-то, и там уже ты не сможешь создать себе какую-то атмосферу и какое-то свое личное состояние. Там нужно уже будет принимать то, что жизнь тебя подкидывает. Вот так вот, немножко рассуждения о том, почему люди уезжают из Америки.